Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Звезды русского мира». И сегодня о любви к книжному делу, о становлении книжной индустрии в России мы поговорим с президентом торгового дома «Библиоглобус» Борисом Есенькиным. Борис Семенович, здравствуйте! Спасибо за приглашение. Ваш прекрасный книжный магазин, наверное, главный магазин в стране все-таки, потому что один из самых старейших магазинов, уважаемых. И это даже не книжный магазин, это целая легенда. И мне хочется с вами сейчас отправиться на машине времени в 90-е годы. Знаете, сейчас все говорят, ой, книга переживает такой тяжелый период, никто не читает. А вот как было в 90-е, когда вы все это поднимали, когда страна находилась в том состоянии, что действительно было недочтение? Вот когда сложнее? Тогда было или в наше ковидное время? С малых лет и бабушка читала книжку «Городок в табакерке». Это вроде бы такая сказка, что-то такое непонятное было. Ну, «Городок в табакерке» и что. Ну, «Внучок, расскажи». Ну, чего там, бабушка? Ну, что это они там делают, играют, что-то такое. Потом я во второй класс пошел, она меня опять читает. После этого я рассказал. Ну, конечно, там музыканты. А что главное? А главное, у них есть дирижер. Вот это мне заполнился на всю жизнь. В жизни обязательно есть кто ведет тебя, кто как раз и помогает тебя найти себя. Это очень важный фактор. К сожалению, сейчас немножко все по-другому. И поэтому становление каждой личности, оно зависит от разных пересечений в жизни, от сталкивания с Идором, с Ивановым или с Петровым. И я думаю, Марина Роща, в которой родился, она как разложила выживание. Там разные находились, значит, я сказал бы так, и татары, и евреи, и там русские. И всегда была какая-то такая, знаете, друг другом. Как же своя религия была. Вы знаете, становление каждой личности зависит от его приверженности и нахождения того, что тебя предназначено в этом мире. Поэтому, закончив 7 классов, я пошел работать. Вот странно звучит. Ну, это да. Дяди у меня парикмахерами были, я что-то у них учился. Ну, это все не так как-то. Там, это, это, это армия дала свой определенный, знаете, куть становления личности. Так как здесь все туда-туда-туда, а там я командовал рассолюционными станциями, там объезжали. И, в общем-то, что вот потихонечку идет под Сталинградом, Волгоградом. И вот это накопление, одно, второе, третье, от этого человек и двигается. Одно запало, второе, вот это неправильно, и так далее, и так далее. И затем, когда заканчивалась служба, дядя говорит, давай будешь телевизионщиком. Как? Коллегой. Давай, давай, учись, учись, учись. Я в училище техническое, где готовили специалистов для работы с телевизионными аппаратами. Ну, надо, надо. Там три года я учился, и потом ходил с чемоданчиком и ремонтировал телевизор. КВН и так далее, и так далее. Это было здорово. Ну, ну, а где как? Судьба сама по себе, она накладывается в определенный отпечаток. Потом я попал на почтовый ящик, раньше это был, который занимался выпуском определенной аппаратуры. Тогда как раз космос, Королев, начало все подниматься. Я попал в это время туда. Приборы делают, я должен их настроить, но это, и сдать военно. Вот это, это, и это. И, в общем-то, я там прослужил 10 лет, но, знаете, интересно, все-таки это как-то оттуда осталось. А книги все начало, ходил в книжный магазин, покупался, читал, так наполнял, что это журналы, газеты, все там было. И потом, если вы помните, было время, когда уже все-таки открылось, книг уже было мало, а потом что-то есть, начало было мало. Я организовал Народный книжный магазин. Предприятие, почтовый ящик. Все серьезно. Предприятие организовали. Да, на почтовом ящике. Это было что-то. Ну, у меня был такой шеф, он у меня в свое время, когда вот этим я начал заниматься, скрупулезно, ну, практически там было где-то больше 15 тысяч человек. Ну, вот Народный книжный магазин. Я и стал лучшим книжным магазином по Москве. Ну, он же Народный. Народный, да. Поэтому, а Народную любовь ее же не купишь. Вот, совершенно верно. И вот я как бы здесь все это проводил, проводил делом, а потом меня выбрали представителя профсоюзного комитета. где-то, представляете, это огромный почтовый ящик. Детский садик там, знаете, вот эти пеневские лагеря там, дом отдыха. Это целая эпопедия. Слушайте, вы сразу как-то стали большим начальником, получается. Как сразу? Не сразу. Нет? Не начальником. Там руководителем был. Начальником никогда не был. Руководителем. Да, вот это правильно. Хорошо. Вот, и там профсоюз пять лет отслужил. Девень говорит, давайте, надо переразбираться. Я говорю, фиг тебе. Он говорит, чего? Я говорю, все, я ухожу по Ливановскому. Это куда? А вот в этот Народный книжный магазин я отслужил, а потом по Ливановскому, который разглавил все, что касается книжного дела Москвы. Вот я к нему пришел. Но перед этим я уже успел закончить полиграфический университет. Вон там Губоров тоже фотографии его, да, который принимал у меня экзамены. Он заведующий кафедрой. И потом я кафедру возглавлял. Он ушел, я кафедру уже возглавлял. Уже работал непосредственно не в Библии в глобусе, а был организм. У нас были там, знаете, как в каждом районе, в каждом районе был свой как бы срез, конкретно там 7, 5 или 6 магазинов, который был руководитель. И я в одном из районов возглавлял 7 магазинов. Это какой год? Ну, примерно где-то эти, до 90-го года. До 90-го года все это было. Вот. И вот это все, знаете, как он сказал бы, какая-то определенная последовательность, по которой, что, может быть, сам не совсем до конца осознавая, почему я все время бабушку вспоминаю. Вот. И одно, второе, третье. А потом один из руководителей, который возглавлял полностью книжное дело в Москве. Так, Борис Семенович Хандажевский его звать. Есть предложение. Знаешь книжный мир? Знаю. И вот здесь я. Уже где-то почти 35 лет. Это получается где-то 80-е годы, да? Да. Как раз страна уже испытывала определенные волнения. Начиналось вот это бурление. Вот, 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 вот. Что происходило с книгой? Что происходило вообще? Ну, вы знаете, я бы сказал так. Общий базар. У нас Олимпийский, знаете, да? Вот оттуда все начиналось. И оттуда тоже начинал. Тоже вот привозил книги на предприятии и так далее, и так далее. А потом дефицит. Дефицит, в общем-то, литература. Так, сколько было все строго прикопрессовно. А потом дефицит еще полиграфии не совсем могла выстраивать вот это, да? И потом, вот, как бы, попав сюда, я начал все переставлять. Потому что это было еще с того времени. Столы, это, это, это. Вот. И вот эти все революционные моменты, которые начались, они очень сложные были. Вплоть до того, что приходят с пистолетом так и так. Это было. Вот это тяжелое, сложное время было, когда надо было выжить. Но здесь в этом плане как раз и дочка, и зять, они как раз, я им оказывал содействие. Может, вы знаете, да? Есть, когда отдыхают, есть компания, Библиоглобус. Слышали? Конечно. Клинистическая компания. Вот это все отсюда идет. Все в одном русском. Все здесь выросло. Да, да, да. Но мы к книжному делу вернемся. Конечно вернемся. Так вот, вот эти все переделы, которые были, они, конечно, знаете как, выстраивали личность, выстраивали личность и коллектив. Не с точки зрения происходящего, а с точки зрения как выжить в этих ситуациях, которые есть. Ситуации сложные были, часто непонятные. Но, вероятно, здесь самое главное, что когда есть цель, цель, когда ты видишь необустроенность непосредственно книжного магазина, когда прилавки, когда продавцы стоят и так далее, и так далее. Вот отсюда, после того, как все утряслось, и мы приватизировали этот магазин, уже ясно было, что мы сами можем выстраивать ту модель, которая нужна именно для этого времени. Кассы были совсем другие. Кассы были, чувствуете, считали там тоже на этих все было. Вот это все надо было убирать, убирать и вводить в новый режим. — Борис Семенович, в 95-м году, по-моему, вы поехали в Европу, и уже тогда увидели, что будущее книги, оно в интернете. — Да, да, да. — В 95-м году. Какой интернет? Компьютеры, может, они где-то и были, конечно, у нас в стране, но их мало кто видел. — Ну вот видите, как-то интуитивность, какое-то внутреннее создание. Я много тогда тоже ездил в этом плане, изучал опыт, там Евгений Мэтр, в Соединенных Штатах, в Америке был, это, 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 и сложилась определенная точка зрения, как двигаться. Ну, прежде всего, надо было убрать прилавки, это уже не тот метод, да, это один, перестроить весь технологический процесс, два. И третье, это начать понимать, что такое цифру, цифровизация. Вот, вероятно, знаете, как, вот эти все этапы, этапы, они закладывали определенный фундамент. И, разумеется, на базе этого всего коллектив, учебный процесс. Я полиграфию, зови кафедру, возглавил, и готовил специалистов для книжного дела. Что это дало? Это дало, это дало и мне само по себе видение, осознание фундамента, который в России был. Вот фундамент, это фундамент, знаете, России. Это они выстроили, а мы на это вот сейчас. И, исходя из этого, очень многие моменты, которые, там, защищался уже, там, докторское, это, это, все как бы оно шло в одном. Это дало, что дало? Это дало фундаментальность. Твое видение, фундаментальность мышления и движения. Это уже, когда я говорю, логистики, это, как бы, единый элемент, который ты должен для себя четко понять. Логистика — это фундамент у тебя. Ты идешь по этому пути. А, Б, В, Г и так далее, и так далее. Поэтому реорганизация «Перестройка Библиоглобус», она коснулась практически всего, что, связанная с переходными моментами. Там что-то разрушилось, там книжная база перестала работать. Много того, что как раз выстраивалось уже как самостоятельное подразделение, самостоятельные специалисты, которые занимались уже, знаете, не просто выпуском книг, а уже занимались тоже и торговлей, мелкой торговлей такой, помимо магазинов. Вот как раз Олимпийский, там все это и торговалось тоже. Это переходные моменты, которые надо было удержаться, так как вроде бы уже теперь все есть, и книги, на книге уже вроде бы нет спроса, но, тем не менее, это было не так. Все-таки еще с советского времени пришел, без книги он уже не может, без насыщения себя. И поэтому спрос был постоянный, и как бы это подчеркнуло, что страна развивается, и что движение, которое происходит, это осмысление, осмысление всего происходящего. Власть менялась, но самое тяжелое было время, когда, конечно, вот господин Ельцин, Чубайс, вот это все наложило свой серьезный отпечаток, но мы как-то вот сумели здесь, знаете, найти вот эту нишу, на которую могли бы встать, и, в общем-то, удержались, и потом вот приватизировали. У нас было здесь 80 человек. Вы, кстати, всем платили зарплату. В то тяжелое время ваши сотрудники, которые работают по сей день с вами, они говорят, что в стране было не до книг, но вы платили зарплату. Вы знаете, вот то, что сейчас вы сказали, очень важный сегмент не быть богатым и обеспеченным, а быть постоянно происходящим, и быть постоянно, знаете, как я бы сказал, ну, можно, а-а-а, накопил, все это такое, все это глупости. То время, в котором мы жили, там нужно было выстроить и выстроить тот коллектив, с которым ты пойдешь дальше. В общем-то, все рабочие моменты, которые прошли, это и есть школа, школа, которая называется выживание, познание, удержание, это твое будущее. Вот эта вся аргументация, она всегда вкладывается, вкладывается тот процесс, который происходит, и ты в нем участвуешь. Мир и Россия, все было в таком дорожащем положении, кто, куда, зачем, почему, но надо было удержать тех работников, тех специалистов, которые все это видели, видели все вот это. Здесь у нас все было, и, кажется, трюлями какими-то торговали, еще что-то такое, вынужден был, потому что книг было мало, а помещение большое. Многое перешли через очень многое, так как это помогло стабилизировать, стабилизировать, удержать не только коллектив, а удержать и внимание со стороны, именно общества. Когда все-таки мы брали уже книги не из базы, а брали и союз книги, это такая организация была, потом уже связки наладили с издательствами, они через олимпийский кабинет, и так далее, и так далее. Вот эти все, знаете, переходные этапы, которые были, они, знаете, как ступенька за ступенькой, примерно так получается, где-то остановился, потом опять, оно как раз и создало коллектив, коллектив, который, значит, сементировался. Здесь был совсем другой магазин, он был железный магазин. Что значит железный? Прилавки железные были, понятно, да? Сейчас вы видите, дерево, приятно. Шикарно. Ну вот видите как. От этого железного времени, назовем его так, к дням сегодняшним, еще в 90-е годы вы предрекли книге цифровизацию, и сегодня очень многие предпочитают читать книги в электронном виде, остались те, кто любит, конечно, и подержать в руках книгу, но тем не менее, вы человек, который помнит очень тяжелое время для книжной индустрии России, и который находится всегда в процессе, как вы сказали, как вы видите будущее книги, что она уйдет полностью в электронную форму, вот сейчас о форме поговорим, а потом о содержании. Вы знаете, я много пишу статей, очень много статей, что это означает, означает, к сожалению, закон о культуре, который, если он не работает, все, что касается книжного дела, писателей и так далее, писатели просто забыли, вот, а то, что касается книжного дела, федеральный агентство по печати разрушено, и что это такое есть, но нет самого главы, что фундамент, вот, а не писатели, фундамент, это то, что человек познает. Разговорная речь, она хороша, мы поговорили, забыл я уже, а книга – это фундамент, фундамент каждой личности, которая с детства читает и, самое главное, пишет. А что такое книга? Книга – это жизнь, жизнь и функциональная, и так, и так, и так, и человек смотрит, учат, да, вот такие, это же, как, знаете, как вот мы сейчас в живом виде это происходит, а это вроде где-то там, но это же опять мы говорим, учимся, мы смотрим, как было там, как есть сейчас, и находим эту середину. Знаете, я не буду говорить там какие-то моменты цифровизации, да, и человек становится, в общем-то, знаете, как бескровный, так как, живя в цифре, он и чувствует происходящее, а где культура, а где общение, ну, поговорили, забыли, и так далее. поэтому фундамент во всех странах, в том числе и в России, это писатель, писатель, это книга, все, что пишется, это есть как раз закладывание фундамента в каждом человеке, и каждый это чистует, а сейчас, когда детский садик, без книги, одни разговоры, когда первый, четвертый класс, без книги, одни разговоры, когда принимаются экзамены, и так далее, и так далее, и так далее, институты, все это как бы находится в таком бродячем положении, когда не совсем все ясно, один говорит, будем жить в цифре, другие говорят, не так, надо вот это, вот это, ну, общего, я бы сказал бы, стратегического плана в России просто нет, его не существует, раньше при Советском Союзе было плановое хозяйство, там это нам надо добиться, этого надо добиться, а теперь, кто что делает, зачем делает, как бы все там решается, решается, но решается в своем кругу, снова базис в нашем, в этом 21 веке, цифровизации, которая нас с вами ждет, она уже проходит, это в общем нормальное явление, природа, и все это ясно, это как бы естественный процесс, но, а фундамент, а что такое фундамент страны, что такое фундамент личности, я всегда считал, что это культура, базис, который нам оставили предки, и мы должны передать это молодежи, с тем, чтобы она дальше все это вела, так как, читая нашу историю, то, 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 но где же как, сколько было всего, и они удержали Россию, такая грубная страна, такой страны, те в мире нет, только одна, те все есть, золото, серебро, бриллианты, и так далее, самая богатая страна в мире, но, к сожалению, то, что происходит, оно, конечно, не отражает, то, что хотелось бы видеть, сколько было гениальных людей, до этого, а сейчас я не слышу гениальных людей, вот, вы знаете, было время, сейчас как-то подутихло, более-менее, мне кажется, а ведь было время, когда было очень модно быть писателем, все писали, все девушки, которые проживали на Рублево-Успенском шоссе, были писательницами, сейчас этот тренд переключился на блогеров, и здесь мы приходим к содержанию, вы говорите про фундамент, но иногда страшно взять, купить какую-то книгу, потому что ты, ты не знаешь, что там, какой сюрприз тебя ждет, радость или глубокое разочарование, но это понимаем мы с вами, взрослые люди, с детьми ситуация вообще сложнее, если мы будем говорить о качестве нашей литературы, сегодняшней. Здесь так все смешалось, я не говорю плохое или хорошее, смешалось воспроизведение, воспроизведение нашего будущего, воспроизведение того, что в настоящее время есть, где мы качаемся, и не можем по-настоящему сказать, здравствуйте, спасибо, до свидания, это же теряется, к сожалению. И знаете, я считаю, что происходящее, оно накладывает сейчас очень серьезный отпечаток на всех нас, и с точки зрения восстания, и так далее, это не в этом плане. Дело в том, что, к сожалению, теряются, теряются вот эти фундаменты, я не просто о них говорю, семейный фундамент теряется. Знаете, уже девчонка там есть сколько-то, ну, она в восьмом, в девятом плане, мама, ты не права. Ну, и так далее, и так далее, и знаете, как прожешло, знаете, молодой человек, он уже не такой, он стеснительный, он не знает, как дальше. Он с девушкой не может разговаривать, потому что у него нет ни денег, ничего, а девушка уже курит, нормальное время. Вот это опять чертополох, который создался, когда нет этого общения. Поэтому библиоглобус здесь старается все, кто хочет как-то увидеть, услышит что-то, у себя уловить, пообщаться, поговорить, знаете, в настоящее время это очень важно для всех, что для взрослых, которые как бы отделены чем-то, что для нашего будущего разговорная речь потеряна. Идет, знаете, как такой бедла, когда экзамены принимают, и все остальное, в институтах, знаете, нарушилась динамика, динамика в построении личностей, природе, то, что природа всегда предусматривает. Это, это, и человек так и двигает. Ну, как цветок растет, как картошка растет, все же, вот, все то же самое же. Здесь нет, ничего не надо придумывать. И вот этот чернополох, который, я повторяюсь, есть, он как раз и сдерживает, сдерживает наше будущее. Это очень, очень серьезно. Поэтому, когда мы говорим о книге, когда мы говорим о писателе, когда мы говорим о чтении, когда мы говорим о институтах, школах и так далее, да, моя точка зрения, это очень серьезная проблема для нашего времени. И в зависимости от того, как все это будет дальше двигаться, я в плане того преобразований, которые могут идти, это было бы здорово. Таких преобразований нет. Есть система, которая сейчас в настоящем присутствует, она, к сожалению, не отражает то движение, которое должно быть в каждой нации. Россия всегда была могучей, мощной страной. А сейчас немножко получается то, что человек не понимает, что происходит, как происходит, куда, кем он будет, как он должен найти себя для сегодняшнего, для завтрашнего. Поэтому и браки, и все остальное, он все накладывает определенный отпечаток на непонимание. Вот это самое неприятное, что есть. Поэтому Библиоглобус настроен на то, книга была, есть и будет. Писатель был, есть и будет. Найди себя для природы, для себя и для общества. Это и есть лозунг, который сегодня, завтра, послезавтра будет. Не жалуйся, не скули, и не говори, кто это виноват. Виноват все время и ты, и общество, которое, к сожалению, ослабило все свои аргументации в отношении друг друга. Не разговариваем, не это, и это. Вот это все то, что как бы мешает оздоровить и найти ту линейку движения, которая должна быть в настоящее время, когда цифры и многое другое, которые балансируют здесь, и разумеется, когда книги не будет, этого не будет. Вы знаете, это несерьезно. Книга бумажная должна быть. Моя точка зрения, что мы живем сейчас в том времени, когда надо, знаете, как не перестроить, а надо удержать самое ценное, то, что мы взяли из нашего прошлого, войти в этот процесс, который происходит, и удержать фундамент прошлой для того, чтобы наше будущее легло на этот фундамент и действительно по-настоящему Россия была не вот в этом, склявом положении, а была бы всегда мощной, сильной, независимой, и все бы другие страны завидованы ей. Спасибо за внимание. Борис Ильич, и в завершении еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы сейчас читаете? Все только связанное с развитием цифры, со всеми ноу-хаутами. Больше занимаюсь техникой осознания происходящего, перестройка, построения. А читаю, знаете, как читаю больше то, что сейчас приходит вот такого интересного здесь, да, но я проглатываю, проглатываю, да, и вы знаете, что самое страшное? Не остается. Я обычно всегда пишу, сейчас пишу, но мало, то есть я прочитал, просмотрел, а ничего не заложилось. Знаете, идет вот такой, знаете, туда мысль, мысль, которая должна быть, цель, которая должна быть. Ты что пишешь? Зачем? Ты произвел вот это, вот это, а что ты получил? А этого же нет. Нету. Вот отсюда, знаете, когда говорят, прочтите книгу, и она перевернет вашу жизнь. Ну, я думаю, что не одна книга должна перевернуть жизнь. Конечно, конечно. Это должен быть целый набор книг, которые нужно читать в течение жизни. И разговаривать, и общаться. Да. Это очень важный диалог, и ругаться. Мы за диалог. Борис Милович, спасибо вам большое за эту замечательную встречу, за этот глубокий разговор. Я очень надеюсь, что те, кто посмотрит эту программу, придут в книжный магазин, достанут книгу со своей книжной полки, и откроют для себя какого-то писателя. А может быть, даже и не одного. Дорогие друзья, читайте книги, и до новых встреч на телеканале «Русский мир».